Это мой твич-канал. Это... Ну... Давай, в общем. Комары. Это тот ответ на вопрос, который появляется, когда, возможно, вы спрашиваете, где мюсли-то, ты же обещал их гораздо раньше. Комары, они меня выгнали, блять, из леса, эти маленькие сосунки. Но сегодня, сегодня я готов. Сегодня у меня все для этого есть, и ни один этот сосунок ко мне близко не подойдет. Ну, а это мюслики, природушка и тема харизма. Да, наконец-то мы о ней поговорим, много меня о ней спрашивают, говорят, что это такое, с чем ее там едят, можно ли употреблять с изюмом, ну и вот эти вот, все вот эти вопросы. В конце, кстати, я скажу, что грядет, ну, типа, что ждать там, какой следующий ролик и почему вообще такая задержка происходит. Ну, а пока давайте говорить. Харизма. Что это? Как это? Куда это? Вот и я тоже не знаю, и поэтому до свидания. Смешная шутка, не правда ли? Ну, на самом деле, харизма это, я считаю, все-таки ощущение жизни. По сути, то, что вы чувствуете, и то, как вы реагируете на то, что вы чувствуете, и есть ваша харизма. Поэтому, на мой взгляд, харизма есть абсолютно у каждого человека. Есть такое понятие развития харизмы. Мол, там можно научиться всякому. И я однажды даже сказал в своих мюслах, что читал определенную литературу и много для, собственно, развития этой самой харизмы. Но, как оказалось, люди меня не совсем правильно поняли и подумали, что есть какое-то секретное, прямо сокровище знаний, книг, которые вот ты прочитал и стал таким харизматичным, ебануться. Идешь где-то там, тебя такие ебать, харизма идет сама. Но это не так, на самом деле. Все совсем не так. Абсолютно. Потому что касательно развития харизмы и так далее, все читают одни и те же книги. Просто нужен компьютер, гугл, туда вписываешь, что там, как развить харизму, и как и всем выпадает список литературы, который стоит прочитать для ознакомления. Но, чтобы это вам развило харизму, это должно быть желание, это должно быть понимание, и это должно быть хоть какое-то стремление. Но, тем не менее, я все равно считаю, что харизма это абсолютно каждому присущее свойство организма, такой некий дар, скажем так, потому что все все равно реагируют. Правильно, да? То есть на какую-то ситуацию у нас все равно есть реакция, на какую-то, не знаю, на какую-то эмоцию есть реакция. Просто у кого-то это получается делать прикольненько. И это нам нравится, мы это и называем харизмой. А у кого-то это не получается делать вообще никак, и, ну, просто как-то вот делать и все. Типа, ну, да, вот как-то и все. Вот и все. Я не знаю, как еще это объяснить. И то, и другое харизма. Но чья-то харизма гораздо более мощная, что ли, чем другая. И поэтому те, кто чувствуют и понимают эту самую харизму, те, кто ее ощущают, те, кто, скажем так, играются со своей жизнью, со ситуациями, в которые они попадают. Ну, то есть представьте, что то, что с вами происходит, это какой-то фильм. Вы, например, моете посуду, и чтобы ее вымыть, вы для себя придумаете некую, не знаю, историю. Мол, посуда это какой-то секретный материал, который нужно вымыть за пять минут, типа перекинуть с одной флешки на другую. И если вы не успеете, то, я не знаю, у вас отпадет писька. И вот вы скорее намываете, как секретный агент, данную вот эту штукенцию, перекидывая файлы из одной, из одного, как эта хуйня называется, где посуду моют, в другое. И вот вы молодец. Если вы реагируете на жизнь примерно так, то, может быть, действительно вы харизматичный человек, и вам есть что развивать. Еще один из примеров касательно, что такое харизма, для меня было очень таким очевидным и прямо колоссальным, наверное, открытием, что все-таки это не всем дано, развить ее. А это когда я был в Тюзи, три месяца я там пробывал, пробывал, что-то делал, короче, ходил, пукал. И увидел, что среди всех актеров, которые там есть, а их там достаточно много было, человек, наверное, 20, всего лишь два соответствовали этому названию «актер». Объясню сейчас, в чем фишка. Они все умели двигаться, они все умели говорить, их всех научили понимать, что такое бизан-сцены, какую оценку делать туда-сюда, вот это все. Но все они были как будто бы зазубрены. То есть, когда вот не выходили те двое, на сцене было ощущение, что все по какому-то, как роботы, знаете, ходят такие и знают, что вот это надо сделать здесь, это вот здесь, все технично, аккуратно, все даже очень здорово и так далее, но нет души. И вот вылетают два актера. И ядрить колотить, там сразу и звезды, и, блядь, все, что хочешь, вообще полетело. И в реальной жизни они, естественно, выделяются из толпы. Их хочется и слушать, и хочется на них смотреть. И из них какая-то магия. И это и есть харизма, на мой взгляд. Поэтому развить ее, наверное, проблематично, если вы изначально не поняли, что это. Если вы изначально не, скажем так, не всосали данный материал и не усвоили свои поведенческие моменты. Вообще, по сути, как мне кажется, харизма – это некий сборник такой, знаете, солянка такая из кучи-кучи образов, которые на вашей жизни встречаются. Актеры, какие-то просто люди, которые вам понравились своим поведением. Потому что по большей части харизма – это вообще все, что вы из себя представляете. Ваше мышление и то, как вы пытаетесь его, скажем так, преподнести. Потому что манера и формат того, как вы это делаете, очень сильно и определяет, харизматичны вы или нет. И, например, те же самые… Вот у меня на стриме был какой-то, блядь, непонятный пикапер рассказывал о том, что «Вот подкаты касательно того, а вашей маме зять не нужен, уже баян». Вовсе нет. Баян подкатывать, как еблан. Это вот всегда было баяном во все времена. А если ты можешь данную фразу использовать в подкате как-нибудь оригинально, то почему нет? Короче говоря, вам нужно кайфовать от жизни. Очень странно сейчас будет такой переход от харизмы к опять каким-то мотивационным речам, но на самом деле так и получается, что если вы кайфуете от жизни, если вы получаете, скажем так, энергию… Знаете, люди вот такие, от которых прямо заряжаешься, думаешь «Ёб твою мать!» Вот, например, Дуэйн Скалат Джонсон, знаете такого, да? Он харизматичный чувак. Он качок, он там достаточно слабенький актер такой в некоторых смыслах, но в некоторых смыслах он даже, например, для Моаны песню сам исполнял и неплохо весьма пел. То есть он очень харизматичный человек, но он почему такой? Потому что он живет так. Он живет, он проживает каждую минуту, максимально отдавая энергию и получая ее, кайфуя от этой жизни. И это и определяет вот эту вот человеческую кайфозность. Я не знаю, как назвать эти определения. Можете, блядь, заводить новый словарь с определениями от Максима. Так вот, но есть и обратная харизма, кстати, негативная харизма, когда человек всегда такой весь, знаете, такой типаж Сквидварда, когда он весь недоволен всем вообще, когда все везде залупа, когда все не получается. И есть люди, кстати, типа Билл Бера, это такой стендапер, который делает это тоже классно. Он замечает это с таким юмором. То есть он, такая, знаете, безнадежная ирония, когда его все бесит, но при этом он над этим дико прется. Но есть люди, которые не умеют над этим переться, и они просто ненавидят эту ебаную жизнь. Таких называют еще энергетические вампиры. Они прямо высасывают своим присутствием из вас все соки. И через час, через два после разговора с таким человеком вы хотите его, блядь, просто уже, ну, закопать в конце-то концов и сами пойти, там, что-нибудь с собой сделать, потому что, ну, уж совсем все соки высосал. Такие люди нехорошие. И я называю это антихаризмой, хотя это тоже своего рода харизма. Короче, на мой взгляд, нужно быть простым максимально. Быть собой. Не надо придумывать что-то там. Да, возможно, в детстве вы любите подражать. Мы все любим подражать, так получается. Мы питаемся энергией от людей, которые нам понравились. Мы хаваем их частичку. И так на протяжении всей жизни. Постепенно мы забираем от определенных образов какие-то особенно понравившиеся нам черты и создаем собственные. В результате получается вот эта вот самая солянка. И чем удачнее она получилась, тем и сильнее образ в результате получается у человека. Так и получаются самые крутые актеры, самые крутые личности, скажем так, эпатажные. Потому что они самое такое особенное набрали, теперь ходят, выебываются до хуя. Вот. Кто-то этого не может сделать, кто-то просто этим, скажем так, не щеголяет, хотя есть все на это шансы. Вот. Но самое главное – это оставаться собой в любой ситуации. Несмотря на то, что у вас куча-куча-куча-куча всего не вашего. Начиная даже с самого рождения. Это, по сути, вы – это ваши родители. И вы постепенно набираете то, что в результате будете называть «это я». Вот такая херня. Первое – быть собой. Второе – ну это, пожалуй, во всем искать позитивчика. Это правда. Хоть и такая, знаете, стрёмная сладкая фраза, да, которая такая прицерная прям, типа, будьте позитивными. Хочется уебать этому долбебу, который это говорит. Но на самом деле это правда. Нужно действительно хавать. И что-то я очень много говорю про хавать. Видимо, кушать хочу. Надо получать из жизни положительное. Давайте не будем говорить позитив, потому что хочется ебнуть сразу, опять же, повторюсь, этого человека. Но вот положительное точно нужно получать. Даже из негативного получать положительное прикольно. Люди начинают больше беситься, а вас это может обрадовать. Ну и третье, пожалуй, это просто тупо не отчаиваться никогда. Это то же самое, что второе, но я должен был это сказать, потому что как-то две штуки мало, надо три. Ну вот, пожалуй, и все. А все остальное по поводу харизмы, что читать, как развивать, где быть, еще раз повторюсь, гугл и читайте. По сути там все одно. Главное понять саму суть. А так написано разным языком об одном и том же. Ну если уж совсем хотите познать, что такое муки, перевоплощение и ощущение себя в каком-то другом, почитайте Станиславского. Это самая такая скучная литература на планете. Вот. Что касается того, что я говорил, что грядет, какие следующие проекты и так далее. Значит, по поводу, почему медленно. Во-первых, лето. Во-вторых, я... Ну... Лето, я ленюсь. Что, я ленюсь, я ленюсь, да. Ну не только поэтому на самом деле. Блог не блогер ушел в отпуск, потому что у ведущего со стеной небольшие проблемы, у них там отношения. Знаете, я не хочу в это лезть. Это лично. Я спрашивал, получил такой неоднозначный ответ. Поэтому пока... Пока нет у меня точной информации, что у них там со стеной. Я знаю, что вас интересует, но пока не могу ничего сказать. Как вернуться к производству передач, так сами все и узнаете. Я в этом более чем уверен. Значит, следующим роликом будет ролик про новый компуктор. Я знаю, что не всем это может быть интересно, но поверьте, такой компуктор... Компьюктор... Компьюктор, неплохо. Такой компьюктор должен, как это сказать, показать себя людям. Он особенный, оригинальный. Думаю, будет интересно, короче. Ну а дальше по накатанной. Я думаю, следующий это в тренде будет другого формата, как я и обещал заранее. Я ошибся, сделав второй раз так же. Вот. Ну а дальше все. Дальше сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Потом что у нас? Январь, февраль. Ну вы сами знаете, что дальше. Что уж я вам говорю. Вот и все на сегодня, друзья мои.